Я давно хотел к вам приехать, и вот наконец-то приехал. И как многие сегодня уже заметили, за один день, второй раз мы выступаем, и это все специально для вас, друзья. Моя тема называется «Почему о томе?». И моя задача — подытожить сегодняшний семинар, подвести черту, чтобы вы ушли с четкими, сформировавшимися понятными мыслями. Итак, давайте приступим. Почему же о томе? Есть много причин, почему люди выбирают о томе, и я постарался выбрать 10 максимально главных, 10 причин для меня. И первое, что хочу сказать, то что о томе — это продукция, которая будет нужна всем. То есть это продукция, которая будет нужна людям всегда, вне зависимости от того, как меняется мир, что происходит с этим миром. Это продукция для здоровья, для красоты. Это продукция для нашего дома, для гигиены. Это продукция по уходу за нами, это одежда в том числе. Это все то, что мы используем на ежедневной основе. И давайте перейдем к причинам. Как раз-таки первая причина — это классная продукция. Я думаю, многие слышали такую фразу, как абсолютное качество, абсолютная цена. Это принцип, на котором создана наша компания. Это один из самых главных основополагающих принципов, почему наша компания такая успешная. Это уникальная методология выбора и производства продукции, ценообразования и предоставления этой продукции в массы. Когда продукт максимального качества и при этом по минимальной цене. Наверное, многие люди сталкивались с различными сетевыми компаниями. Какие есть особенности у сетевых компаний чаще всего? Чаще всего это хороший продукт, который может быть лучше, чем какие-то аналоги, но при этом он, как правило, и дороже, чем аналоги. И если в классической сетевой компании мы строим сеть продавцов, которые продают и объясняют, почему они должны покупать продукт, который дороже. Например, есть какой-то маркер, который стоит 1 доллар. Понятно, в магазине, в Абди, например. И есть маркер в какой-то сетевой компании, который эко, гипоаллергенный, который приятно пахнет, который вызывает стимулирование гормонов счастья и так далее. И он стоит 10 долларов. И вот в классической сетевой компании работа заключается в том, что сетевики ходят и объясняют, что маркер классный. Да, он в 10 раз дороже, но он классный. В нашей компании принцип другой. Если в обычном магазине маркер стоит 1 доллар, наш маркер будет лучше в несколько раз, но он будет стоить полдоллара. И нам не надо втюхивать, нам не надо объяснять, нам не надо продавать. Замечательный пример на зубных щетках. Я всю жизнь покупал зубные щетки, которые стоят около 10 долларов. В аптеках, в магазинах. И сколько стоит наша зубная щетка? Около 1 доллара. Цена нашей щетки примерно в любой стране около 1 доллара. Когда наш председатель нашел идеального поставщика, производителя зубных щеток, и когда он общался с этим заводом, он сказал, вот зубная щетка, которая нам нужна. И завод сказал, что эта зубная щетка будет стоить 3 доллара. Тогда председатель сказал, не пойдет, надо, чтобы она стоила меньше 1 доллара. На что завод сказал, что это невозможно, мы можем снизить цену максимум до 2,5 долларов. На что председатель сказал, что нам нужна цена меньше 1 доллара. Давайте посмотрим, что мы с этим можем сделать. Завод говорит, надо тогда понизить качество. Это не вариант. Понижение качества не вариант. Абсолютное качество. Мы ставим планку, абсолютное качество, ниже не опускаемся. Теперь нам нужна планка, абсолютная цена. То есть добиться минимально возможной цены. И каким образом они смогли это сделать? Увеличили производство, автоматизировали его, убрали какие-то расходы дополнительные, но при этом на качество это никак не отразилось. То есть сырье закупали сразу, деньги поставляли сразу, заключили долгосрочные контракты, обязующие нашу компанию работать по принципу один производитель, один товар. То есть мы не можем работать с другим заводом, который производит зубные щетки. Если мы предоставляем зубные щетки, то это от одного завода. И председатель тогда наш поставил планку, что мы будем продавать десятки миллионов зубных щеток, то что мы повысим наш товарооборот. И этот принцип, абсолютное качество, абсолютная цена, он уникальный. Мы, наша компания, первая в мире, которая додумалась так работать. Если коммерция в мире работала как обычно, если, вот аналогия с тем же заводом, если находится какой-то идеальный товар, и производитель говорит, то что стоимость товара будет 3 доллара, тогда заказчик думает, что я буду продавать по 10 долларов, а мои агенты будут по 50 долларов, например. То есть примерно так работает ценообразование. Но мы это ценообразование ломаем, потому что наша задача не навариться, не получить конкретную прибыль с компродажи. Наша задача сделать что? Всех людей счастливыми, всех людей здоровее, красивее и богаче. И таким образом, когда мы не нацелены на какую-то краткосрочную сделку, на краткосрочную прибыль, мы нацелены на что? Мы нацелены на долгосрочные отношения с нашими покупателями по всему миру. Наша цель – это сделать так, чтобы все живые люди во всем мире знали про нашу продукцию и покупали эту продукцию для себя, получая выгоду как потребители для себя. И таким образом будет расти наша потребительская сеть, будут расти наши продажи, будет расти наш доход и доход наших партнеров. Именно благодаря тому, что есть классная продукция. Именно благодаря тому, что есть принцип абсолютное качество, абсолютная цена. И если кто-то понимает на самом деле, как работает принцип абсолютное качество, абсолютная цена, то просто нет никаких сомнений, что этот бизнес будет успешным. Когда я принимал решение, что буду этим заниматься, я тоже сталкивался с этими мыслями. До знакомства с компанией Atomia мы не очень хорошо жили, денег не хватало практически ни на что, и жена мне тогда сказала, что ей нужна какая-то ампула. В моем представлении, ампула – это что-то такое медицинское, куда шприцы засовывают и потом куда-то вкалывают. Я спрашиваю, окей, что за ампула, сколько она стоит? Она мне говорит 160 долларов. Ну, я подумал, ладно, буду копить 160 долларов. Когда я познакомился с компанией Atomia, буквально через несколько месяцев, я думал, эту ампулу на день рождения ей подарю. Познакомился с компанией Atomia, принес домой каталог. Она мне говорит, слушай, в компании Atomia тоже есть ампула? Такая красивая. Говорю, есть ампула такая, из самого дорогого набора еще, говорит. Я так немножко напрягся, потому что, ну, это же сетевая компания. Сколько она может стоить? Я говорю, ну, хорошо. И с такой большой опаской. Думаю, лучше не спрашивать. Но спросил, окей, сколько она стоит? Говорит, 35 долларов. Ну, я подумал, 35 – это меньше, чем 160. Надо брать. При этом, когда я начал изучать впоследствии этот вопрос, наша ампула не просто дешевле в 4 с лишним раза, она больше практически в 2 раза по объему, и при этом она еще и лучше. И когда ты понимаешь это не на словах, а на практике, ты понимаешь, почему этот бизнес такой успешный. Поэтому всем новичкам я даю совет, пробуйте продукцию. Не для того, чтобы с этого что-то заработать. Когда человек что-то покупает, мы с этого ничего не зарабатываем. Мы зарабатываем, когда у нас плотное, такое сотрудничество идет до конца нашей жизни, когда у нас растет структура и так далее, и так далее. То есть по маркетинг-плану. Если конкретный человек у вас что-то купит, даже на миллион долларов, вы с этого ничего не заработаете. Мы зарабатываем за счет того, что мы строим структуру счастливых потребителей и успешных предпринимателей. Поэтому, именно поэтому, что есть принцип абсолютное качество, абсолютная цена, наша компания бьет все рекорды, поэтому у нас все остальное из этого вытекает. Ничего бы не работало, если не было бы этого принципа. Я бы здесь точно не стоял. Так, далее. Вторая причина. Это идеальная сетевая компания. Ни для кого не секрет, что сетевой компанией заработать можно. Но как? За счет чего? Кто-то говорит, что сетевики – это люди, которые продали свою душу. Кто-то говорит, хочешь испортить праздник, пригласи туда сетевика. Про сетевиков разные вещи говорят. Но наша компания – это идеальная сетевая компания. В ней нет никаких минусов. Мы гордимся быть в Атоме. Мы не бегаем и не пристаем к людям. Мы не в отчаянии. Вот я видел у многих сетевиков вот это отчаяние в глазах. Не потому, что они плохие люди, а потому, что компания вынуждает, маркетинг вынуждает выкупать продукцию, продавать продукцию. И не все с этим справляются. И кто не справляется, теряют свои деньги. И почему у большинства людей негативное восприятие к сетевому бизнесу? Потому что получается у небольшого количества людей, а у тех, у кого не получается, у тех разбиваются жизни, теряются деньги, кредиты, долги и так далее. Поэтому у меня у самого было негативное восприятие к сетевому. Хотя я понимал, что заработать можно, но заработать может не каждый. Но наша компания в корне отличается, потому что у нас нет скрытых плат, нет никаких рисков. Регистрация бесплатная. Нашей компании не надо заставлять нас покупать продукцию. Мы ее покупаем, потому что у нас есть голова, потому что мы можем оценить качество, мы можем посчитать цену, мы видим для себя выгоду. Мы потребители, которые покупают продукцию с умом. И поэтому компания не заставляет нас что-то делать, платить дополнительно при регистрации или платить за использование сайта. В некоторых компаниях есть еще такая штука непонятная. Нет никаких рисков при этом, потому что кого бы вы ни позвали, человек не рискует ничем. Он рискует только действительно заменить свою жизнь к лучшему. Далее, покупатель всегда в выигрыше. Я об этом еще более подробно поговорю, но самый главный выгодоприобретатель это сам покупатель. Каждый покупатель, который покупает продукцию, он в выигрыше. Перед тем, как принять решение, что я буду заниматься этим на 100%, я смоделировал такую ситуацию. То есть я обычно всегда стараюсь моделировать самый лучший сценарий, самый худший сценарий, чтобы понять, что может быть, чего в принципе быть не может, но теоретически, гипотетически. Если представить, что весь мир уже в атоме, продукция классная, сомнений не было, вера в компанию, в продукцию есть. Но если представить, что просто регистрировать некого, все зарегистрированы, это невозможно. Но если на секундочку представить, и остался всего один человек, и он понимает, что если он зарегистрировался, он никого зарегистрировать уже не может. Имеет ли ему смысл регистрироваться в компании? Конечно, имеет. Для меня это был очевидный ответ, потому что он будет покупать продукцию у компании напрямую, без каких-либо посредников. Знаете, поднимите руку, кто любит переплачивать. Так, отлично. Мы все с вами единомышленники. Я не люблю переплачивать. Меня все время напрягает, когда приходится переплачивать. В нашей компании переплачивать как раз таки не надо. Вот абсолютное качество, абсолютная цена, это как раз про это. Когда мы платим минимальное количество денег за максимально качественный продукт. Поэтому мы всегда в прибыли. Мы в выигрыше, как покупатели. Далее. Наша система. Как построена наша система? Если хочешь заработать, помоги другим. Ты не можешь зарабатывать большие деньги, если ты плохой человек. Ты не можешь зарабатывать хорошие деньги, если твои партнеры не зарабатывают хорошие деньги. То есть компания, можно сказать, на системном уровне, на уровне маркетинг-плана заставляет нас думать о других людях, заставляет нас быть хорошими людьми. Но мне это очень нравится. Это одна из самых главных причин, почему я здесь стою на сцене. Потому что это очень благородное дело. Когда мы думаем не о себе, мы думаем о наших партнерах. Если человек будет думать о себе в первую очередь, он не добьется здесь максимальных результатов. Конечно, пришел я в компанию, потому что я думал о себе. Это была моя первая мысль. Почему я решил заняться этим бизнесом? Чтобы зарабатывать хорошие деньги, чтобы изменить свою жизнь, чтобы обеспечить семью, чтобы вылезти из-за этой жопы, в которой я находился последние сколько лет. Ну, как универ, наверное, закончил. Потому что я видел, что то, что я делаю, ни к чему хорошему меня не приведет. То, что время проходит, я обмениваю свое время, свое здоровье на какие-то деньги, на которые ничего не могу себе позволить. И это была главная причина, почему я пришел в компанию. Я увидел, что здесь возможно все это изменить. Но в процессе работы, когда ты уже понимаешь, что к чему, когда ты строишь команду, ты понимаешь, что главное здесь другое. Главное здесь помогать людям. Помогать вашим людям, вашим партнерам выходить на достойный заработок. И это гораздо дороже, чем деньги. Поэтому хочешь заработать сам, помоги заработать другим. И глобальная интернет-платформа. Это такая сетевая компания, где без каких-либо вложений, без каких-либо обязательств, просто достаточно быть совершеннолетним резидентом страны, в которой есть представительство, зарегистрироваться и все. У тебя есть на глобальной платформе личный аккаунт, личный кабинет для предпринимательства, для развития бизнеса. Другими словами, у тебя есть глобальный бизнес. Ты можешь строить глобальный бизнес, который у тебя не просит кушать, у которого расходности равны нулю. То есть тебе не надо думать о каких-то головных болях, у тебя нет никакого стресса, никому платить не надо, никаких расходов. Просто готовый бизнес, готовая франшиза, просто идеальный бизнес. Поэтому, имея глобальную платформу у себя в кармане, имея эту платформу в интернете, любой человек может развивать глобальный бизнес без каких-либо рисков. На данном фото председатель нашей компании и империал мастер Ихиджон. Это империал мастер номер 5. В 2019 году, когда мы только начинали свой подъем, мы тогда были мастерами продаж, посчастливилось быть на этой академии успеха, когда вот пятый, шестой империал мастера награждались. И империал мастер Ихиджон, все свои деньги, которые она получила, она пожертвовала в благотворительность. Про благотворительность сегодня уже много говорили, и хочу отметить еще одно достижение нашей компании. Наша компания самая благотворительная среди всех компаний. В Южной Корее она получила награду, то что и по проценту от своей выручки никто столько денег не жертвует, как компания Atom. Мы номер один. И это еще не все. Председатель компании, он отдельно зарабатывает деньги, и он жертвует практически столько, сколько от самой компании жертвуется. То есть он свои личные деньги жертвует тоже практически в том же объеме, что и сама компания. Третья причина, почему Atom. Никаких рисков и обязательств. Давайте об этом поподробнее поговорим. На предыдущем слайде уже была, да, эта информация. То, что это очень важно. Почему есть смелость, почему есть уверенность, что можно заниматься этим бизнесом, лично у меня. Потому что можно спать спокойно по ночам. За четыре с половиной года мне никто ни разу не предъявил, зачем ты меня сюда позвал. Люди только благодарят, либо ничего не делают. Есть две категории людей. Кто-нибудь с этим сталкивался? Есть люди, которые регистрируются и ничего не делают. Это нормально. Если человек ничего не делает, это его право. На самом деле он наблюдает, так одним глазом посматривает. И может быть ждет, когда у вас ничего не получится. И когда я понимаю, что такие люди есть, я им назло показываю, что у меня все получится. И эти люди рано или поздно они все равно приходят. Или не приходят. Это их дело. Но среди всех людей, которые ничего не делают, все равно проявляются люди, которые начинают что-то делать. И кто начинает что-то делать, они благодарят. Люди благодарят, когда совершают покупки. Когда у меня спрашивают, были ли у меня какие-то страхи, когда я принял решение бросить все, чем я занимался, весь свой опыт, все свои проекты, все дела, и погрузиться сюда в Атоми. Я сказал, что у меня только один страх был. То, что люди не оценят эту продукцию по достоинству. Потому что на тот момент я уже три года жил в Корее, я много что перепробовал, и я понимал, насколько это классная продукция. То, что она дешевле, чем то, что продается в супермаркетах. И при этом, насколько это лучше, чем то, что продается в супермаркетах. Наша продукция бывает дешевле, чем то, что продается какие-то аналоги в самых дешевых магазинах Кореи. Но при этом наша продукция лучше в разы. И когда мы отправляли посылки в какие-то такие маленькие населенные пункты в Казахстане, в Жаркент, в Карабулак. Я думал, а оценят ли люди там эту продукцию? Люди, которые никогда не пользовались корейской продукцией. И когда 100% людей, кто делал заказы, 100% людей были в полном восторге, когда мы отправили свои первые посылки, я понял все. Ну просто все, 100%, все получится. Если в Казахстане каждый человек, кто даже никогда не имел опыта использования корейской продукции, после каждого заказа говорил, насколько это классная продукция и хотели сделать заказы еще, какие еще нужны были доказательства, что этот бизнес будет расти успешно. Все было понятно. И то, что нет никаких рисков, что никто не может ничего потерять, для меня было очень важно, чтобы моя совесть была чиста. Вообще меня просят не говорить такие вещи, но я говорю то, что я думаю, то, в чем я убежден. И я говорю про историю. Как я видел сетевой бизнес раньше? Какое у меня было восприятие? Я видел то, что вот приходит человек, и для того, чтобы ему заработать, ему нужно привезти людей, которые смогут отдать деньги наверх в компанию и отдавать ее постоянно. За счет этого он будет зарабатывать. Чтобы они зарабатывали, ему нужно сделать то же самое, чтобы все вот эти люди тоже привели людей, которые будут отдавать деньги вот так вот наверх. И наверху будут деньги, а внизу рано или поздно большое количество людей потеряет деньги. То есть небольшое количество людей денег заработает, но огромное количество людей потеряют деньги. И для меня было недопустимо работать в таком бизнесе, чтобы меня мучила совесть, что из-за меня, из-за того, что кто-то меня послушал, кто-то что-то потерял. Но здесь нет таких рисков, потому что здесь никто никому деньги не отдает. Мы и компании не отдаем деньги, мы деньги тратим на себя, мы инвестируем деньги в свое здоровье, в свою красоту, в свое богатство. Мы покупаем продукцию для себя и мы выигрываем как потребители сами. И на этом строится бизнес. Поэтому о каких рисках может идти речь, когда мы платим только за ту продукцию, которую мы покупаем, при этом еще экономим деньги. То есть мы зарабатываем в компании, я зарабатываю в компании Atomi около 20 тысяч долларов в месяц, потому что я экономлю деньги. Покупаю качественную продукцию и не переплачиваю. Поэтому на самом деле ноль причин не попробовать. Я в одном из своих выступлений говорил, если у вас нет другого метода, другого надежного способа зарабатывать десятки тысяч долларов в месяц, если у вас нет другой идеи, где без каких-то рисков можно выйти на такой доход, то вы просто обязаны отдать все силы и попробовать себя в Atomi. Когда я разобрался в модели бизнеса, когда я понял, что здесь на блюдечке все для меня предоставлено, когда я понял то, что вот это я искал всю жизнь, где можно на самом деле получить по заслугам, где можно работать на себя, строить собственный бизнес, а не чей-то, где можно построить свое будущее, я понял, что если я здесь не добьюсь успеха, я нигде не добьюсь успеха. Это будет моя участь, работать на дядю, зарабатывать гроши и продолжать обменивать свое время и свое здоровье на то, чтобы просто хоть как-то выживать, а в конечном итоге стать старым и ненужным в этом мире. Поэтому я работал как сумасшедший с самого начала. Так, ладно, но это совсем другая история для другого выступления. Четвертая причина. Антихрупкость и надежность нашего бизнеса. Это очень важно, то, что нашему бизнесу можно доверять. Почему? Потому что он не просто идет в ногу со временем, он опережает время и адаптируется. Наш бизнес настолько выживательный, настолько продуманный наперед, то, что на самом деле, когда вы понимаете, как все это работает, появляется стопроцентная вера и уверенность компании, что она никуда не денется. Это, кстати, был еще один из моих страхов, то, что с компанией что-то может случиться. Поверьте, с компанией ничего не может случиться. С тем фундаментом, как закладывается идеология нашей компании, когда есть вот эта горизонтальная система управления, когда не какой-то статус, не какая-то должность, а именно когда идеи, работающие идеи имеют большее значение, чем положение в компании. И даже у председателя нашей компании не больше веса при принятии каких-то решений, чем у новичка, который только пришел, устроился на работу. Идеи все обдумываются, взвешиваются со всех сторон коллегиально. И давайте на фактах посмотрим, что случилось у нас в 2020 году. Мы с мир столкнулся с такой какой, которая называется COVID-19. Пандемия началась. И что случилось со многими предпринимателями? Многие обанкротились, многие были вынуждены закрыть свой бизнес. Более 114 миллионов людей потеряли свою работу. И это официальная информация с официального источника. Что случилось с нашей компанией в этот критический период, когда весь мир просто не мог понять, что с этим делать. Наши компании за 2020 год рост товара оборота составил 35%. 35% это много или мало? Для сравнения вы можете поизучать сетевые компании из списка топ 100. В среднем у этих компаний рост товара оборота составляет плюс-минус 2%. У многих компаний рост товара оборота составляет минус 10%, минус 20%, минус 50%. То есть это не рост, да? Это наоборот. Компании, у которых рост больше 10% за год, их всего несколько штук. Хватит, наверное, пальцев одной руки, чтобы пересчитать. И у нашей компании один из самых высоких показателей роста. При этом другая компания, которая примерно наравне, это такая компания, где нужны очень большие вложения. Это инвесторская компания. Наша компания без вложений. Понятная компания с понятной продукцией. И при этом самый максимальный рост 35%. Это говорит о многом. Почему? Потому что наша продукция, как я сказал в самом начале, она актуальна, она будет нужна всегда. А в периоды критические она нужна людям как никогда. Когда началась пандемия, люди серьезно задумались о своем здоровье. Люди серьезно задумались о том, что интернет это инструмент, с помощью которого можно строить бизнес. Люди задумались о том, что нужно иметь источники дохода, которые не привязаны к какому-то физическому положению. То, что можно сидя из дома через интернет зарабатывать серьезные деньги. 400 миллионов людей, задумайтесь, 400 миллионов людей потеряют работу к 2030 году. Сколько людей всего в мире? Сколько людей в мире работает в принципе? Ну может быть 2 миллиарда максимум. 2 миллиарда людей имеют какую-то работу. 400 миллионов из них потеряют свою работу. Почему? Потому что они будут уже не нужны. Потому что это расходы. Каждый человек, который работает на кого-то, это огромные расходы для этого кого-то. Ему нужно платить зарплату, налоги, страховку. А если процесс можно автоматизировать, если человека можно убрать, поставить робота, искусственный интеллект, машину, все, платить не надо. Задача решена. И этот процесс, он на самом деле длится уже несколько лет. У моего брата была задача на одной из должностей уволить 1300 человек. Потому что идет автоматизация. Представьте, если 1300 человек уволить, перестать им платить зарплату, сколько миллионов компания будет экономить в год? Огромные деньги. И это к этому идет. Любой бизнес стремится сделать так, чтобы сократить расходы. Любой бизнес, но не наш. Наш бизнес стремится сделать так, чтобы у нас все было хорошо. Далее. Атоми – это бизнес человеческих отношений. То есть без нас бизнес не будет развиваться. Без человеческих отношений, без человеческого контакта, без взаимопонимания, без доверия, без совместного роста нашего бизнеса не может быть. Поэтому мы, атомианцы, будем нужны всегда. Мы нужны компании, компания нужна нам. Наша компания создала бизнес как раз в том русле, что мы находимся в одной лодке. Если человек задает вопрос, что если изменится маркетинг-план, мой спонсор говорит, этот человек не понимает маркетинг-план. Маркетинг-план не может измениться. Во-первых, это защищено законодательством Южной Кореи. Во-вторых, маркетинг-план построен таким образом, что чем лучше дела идут у нас, тем лучше дела идут у компании. Чем лучше дела идут у компании, тем лучше дела идут у нас. Потому что мы делим доход между собой в процентах. И на этом построена наш маркетинг-план. Поэтому мы будем нужны компании всегда. Компания будет всегда нужна нам. И наши партнеры. Мы нужны людям. По сути, кто наш партнер? У меня спрашивают, кто твоя целевая аудитория? Я всегда отвечаю, моя целевая аудитория – это все живые люди. Мне говорят, нет, нет, ты не понял. Кто твоя целевая аудитория? Я говорю, моя целевая аудитория – это все живые люди. Потому что всем живым людям нужна наша продукция, потому что всем живым людям нужно жить хорошо. Соответственно, я не ограничиваю себя в целевой аудитории. И мы будем нужны этим людям. Почему? Потому что чем дальше, тем сложнее людям верить. Лет 50 назад люди были гораздо более доверчивы. Можно было продать что угодно кому угодно. Сейчас это стало гораздо сложнее. И это очень хорошо. То, что поменять человеческое мышление, вызвать доверие, заслужить это доверие, это очень трудно. Особенно для людей, которых мы не знаем. И часто бывает так, что для людей, которых мы знаем, это еще сложнее. Поэтому у нас есть с вами работа. Поэтому каждый из вас может стать номером один. Потому что есть с чем работать. И это очень круто. Атомианцы будут актуальны всегда. Даже если наш мир заполонят киборги, захватят все пространство, трудно будет найти живого человека. Придете в ресторан, там роботы работают, придете в банк, там вообще люди не работают. И все через интернет, все через приложение. И в сфере обслуживания придете, в магазинах тоже никого нет, там все вам роботы, машины выдают. Но атомианцы будут все равно нужны всегда. Всегда будут актуальны. Потому что именно на человеческих отношениях строится наш бизнес. Поэтому есть твердое, четкое понимание, что атоми – это бизнес на всю жизнь. Потому что, вот признайтесь себе честно, 100 тысяч долларов в месяц вам будет хватать на жизнь? Нет? Когда в Ташкенте председатель сказал, кто хочет зарабатывать больше 100 тысяч долларов, поднимите руки. Кто хочет больше 100 тысяч долларов в месяц зарабатывать? Подняли руки. Так, теперь встали и ушли. Потому что вы в атоме не заработаете больше 100 тысяч долларов в месяц. В атоме вам придется согласиться на 100 тысяч долларов в месяц. Потому что это часть нашего маркетинг-плана. Если кто-то хочет больше 100 тысяч долларов зарабатывать, пишите заявление на удаление вашего аккаунта и ищите, где вы можете заработать больше. Почему в нашей компании есть лимит на эти 100 тысяч долларов? Я об этом расскажу сейчас, чуть-чуть попозже. Есть еще понимание, что атоми – это не просто бизнес на всю жизнь. Это атоми – бизнес на 2-3 жизни. Потому что наш аккаунт передается в наследство до третьего колена. То есть передастся детям, передастся внукам. И у детей и у внуков будут свои аккаунты, и эти аккаунты будут передаваться до третьего колена. Насколько это здорово. Пятая причина – актуальность. Насколько наш бизнес актуален. В чем заключается наш бизнес? На чем он построен, что он предлагает? Это бизнес, который строится в интернете. Бизнес, который предлагает людям здоровье, красоту, гигиену и деньги. Это то, что людям нужно будет всегда. Представить жизнь без интернета в наше время практически невозможно. Есть люди, кто может без интернета выжить, но без здоровья, красоты, гигиены и денег очень трудно найти таких людей. Если даже есть, то очень мало. Но вот это может быть не наша целевая аудитория. Кому не нужно здоровье, кому не нужна красота, кто не хочет жить, кому не нужна чистота, гигиена, кому деньги не нужны. Вот, наверное, это не наша целевая аудитория. А все остальные наши. Поэтому приходит тоже понимание, что Atomi это максимально актуальная компания. Это интернет-платформа для предпринимательства. И владельцы платформ это как раз таки те люди, которые к 2030 году будут самыми богатыми состоятельными людьми в мире. А для того, чтобы разработать свою актуальную платформу, сколько на это нужно денег, сколько рисков. Насколько нужно быть таким гениальным человеком, чтобы придумать такую платформу, которая бы вам генерировала хороший доход. Но Atomi дает эту платформу нам всем. Просто так. Все придумано за нас, для нас. Готовый бизнес. Просто грех не добиться успеха. Шестая причина – глобальность. Это не просто платформа, с помощью которой можно в вашей стране зарабатывать, в нашей стране. Это платформа, с помощью которой можно и нужно зарабатывать по всему миру. И не просто зарабатывать. Зарабатывать за счет чего? За счет того, что мы делаем людей здоровее, красивее, богаче. За счет того, что мы обучаем людей, делимся информацией. За счет того, что мы строим структуру счастливых людей по всему миру. Глобальный бизнес в телефоне дает такие возможности, которые просто сносят крышу. Когда ты понимаешь, что у тебя нет никаких ограничений. Просто никаких. Ни политических, ни географических, ни количественных. Никто не ограничивает вас никак. У вас может быть любое количество партнеров в любых странах. Может и будет. Так, седьмая причина – это золотое время нашей компании. Компании сейчас находятся где? На пиковой скорости своего развития. На сегодняшний день 26, можно сказать, 27 филиал открылся. Хоть еще не состоялась церемония открытия, но Германия уже открылась. 27 филиалов открыто. И как сегодня в ролике сказали, еще 20 стран собирается открыться в ближайшие 5 лет. Сейчас, когда открываются все эти регионы, под кем будут эти регионы? Отличная позиция. Под нами, под теми, кто уже зарегистрирован. И 4 года назад, когда Казахстан еще не был открыт, тогда было сложнее достучаться до людей. Сложнее показать людям, чтобы они поверили, что в компании откроется филиал. И тогда я говорил людям, насколько Казахстану повезло, что мы 13-я страна, которая получила доступ к заработку. По-моему, 13-е мы были тогда. На сегодняшний день около 50 стран могут зарабатывать через Атоми. Получается, мы были вот в самом начале. И мы до сих пор в самом начале. Потому что вот эти 50 стран, которые могут зарабатывать, они только-только начинают первые шаги делать. И после этих 50 стран будут открываться еще страны, еще и еще. И это огромные колоссальные возможности. Сейчас компания находится в такой точке, когда не надо никому ничего доказывать, что мы крутые. Мы крутые. Это факт. Мы входим в топ-10. Мы заслуживаем все возможные и невозможные награды. Мы бьем рекорды. Мы заслуживаем такие награды, которые ни одна другая сетевая компания никогда не заслуживала. Нас ставят пример. Даже президент Южной Кореи ставит в пример нашу компанию и говорит, вот такими должны быть все сетевые компании. И вручает орден. Никто в мире никогда не заслуживался ордена от главы государства и сетевых компаний. Мы первые. Потому что на самом деле мы показываем пример. Да. И на самом деле гордимся быть Атоми. И у нас сейчас более 500 наименований товаров доступны к заказу из Кореи. Для Казахстана позавчера, сегодня у нас какое число? Да, позавчера, да, открылась возможность сделать заказы напрямую из Кореи. Любой житель в Казахстане может зайти на этот сайт и сделать заказ к себе домой. Насколько это круто. Четыре года назад мы мечтали об этом. Мы стремились к этому, чтобы заявить о себе, что Казахстан это та страна, на которую нужно обратить внимание. И мы стали 18-й страной, куда из Кореи можно самостоятельно делать заказы. 50 стран могут зарабатывать, но только 18 стран, если это доставка. И мы стали 18-ми. Это очень круто. Получается, когда компания только открылась, тогда было работать гораздо сложнее. Вот тогда надо было искать сумасшедших людей, отчаянных людей. И когда председатель Пахангиль рассказывал о том, что это за бизнес, как он будет работать, при этом не было офиса, не было сервера, не было приложения, не было сайта, не было ничего. Была только идея и два замечательных продукта. Химохим и шестиэтапка. И ничего больше не было. И как говорит сам председатель Пахангиль, умные люди, когда слушали, что он говорит, сразу вставали и уходили. Оставались самые сумасшедшие. И эти сумасшедшие люди сейчас как раз-таки зарабатывают 100 тысяч долларов в месяц. Это империал-мастера. А сейчас какие у нас условия для работы? Огромное количество товаров, безупречная репутация, сотни, тысячки, десятки тысяч, сотни тысяч просто фантастических отзывов. Когда я слышу отзывы о продукции, как наша продукция меняет жизни, спасает жизни. Знаете, это как бальзам на душу. Раньше я бы, наверное, в это не поверил, если бы это услышал. Но когда ты сам проходишь через это, когда ты сам получаешь этот опыт от продукции, когда не медицина, не доктора, а когда наша продукция избавляет тебя от хронических болячек, с которыми ты жил десятилетиями, ты понимаешь, насколько это все работает. Наши БАДы — это не лекарство, они не лечат ничего. Наши БАДы помогают нам самим, нашему телу, нашему организму справиться с той или иной болячкой. Поэтому благородное дело заниматься нашим бизнесом, рассказывать людям всем, какие замечательные у нас БАДы. И когда Атоми находится на пиковой скорости развития, когда мы находимся среди первопроходцев, когда мы входим в этот один замечательный процент людей, которые знают о компании, ну просто есть понимание то, что, друзья, спать очень дорого. Нельзя спать. Спать, конечно, надо. Что значит спать дорого? Когда мы спим, когда мы что-то делаем, точнее, когда мы что-то не делаем, мы теряем потенциально миллионы и миллионы. И когда я принял решение, что буду заниматься этим бизнесом, у меня просто пропал сон. Я себя не насиловал, я не насиловал свой организм. Но я работал, вот как председатель говорит, вот задает такой вопрос, да? Поднимите руки, кто ложится по ночам спать. Что-то мало рук. Хорошо. Поднимите руки, кто в принципе ложится спать. Может быть не по ночам, да? В другое время суток. Председатель, а теперь уже боитесь, да, руки поднимать? Сейчас опять скажу, встали, ушли. Председатель говорит, вы должны не ложиться спать, а падать. Потому что если вы понимаете, где вы находитесь, если вы понимаете, какой это бизнес, вы должны работать так, что просто вы по ночам падаете. И вот в таком режиме на самом деле мы и работали. Когда он нас спрашивает, как мы смогли шаронами стать за полгода, мы действительно падали по ночам. Потому что огромное количество задач. Потому что у меня было четкое понимание, что пока я не регистрирую своих партнеров, их регистрирует кто-то другой, бессовестный и бесстыжий. Это же мои партнеры. Я должен их зарегистрировать. На личности не перехожу. Так. И когда есть такое понимание, сон действительно пропадает. Когда нужно было, конечно, я спал. Спать нужно. Мне очень нравится высказывание Шварценеггера. Он говорит, что в сутках 20 часов можно вот это делать, вот это, вот это делать. И 4 часа на сон. 5 часов, да, максимум. И когда ему говорят, что Арнольд, мы спим 8 часов. И он говорит, ну спите тогда быстрее. Зачем вы так медленно спите? И знаете, что самое замечательное? Я всегда мечтал, чтобы была какая-то такая таблетка. Выпиваешь ее, и тебе спать не надо. Ну, таких таблеток не бывает, но у нас появились БАДы, которые помогают как раз-таки быстро спать. Которые помогают быстро и качественно высыпаться. Сон необходим для нашего организма, для нашего мозга. Когда у нас качественный сон? Когда мы попадаем в 3-4 фазы глубокого сна. Вот 4 фазы глубокого сна – это то, что нужно человеку, чтобы выспаться, чувствовать себя хорошо. Но чем старше мы становимся, тем сложнее нам в эту фазу глубокого сна попасть. Многие факторы могут на это мешать. И бывает такое, вроде бы всю ночь поспали, проснулись все равно, как разбитая корыта. А наш БАД, как он называется? Лактиум. Как раз-таки помогает быстро уснуть, качественно и эффективно попасть в эти фазы глубокого сна и проснуться, как огурчик. Даже если вы поспите 5 часов, 6 часов, вы чувствуете, как будто вы спали очень много. В общем, друзья, спать очень дорого, это значит бездействовать очень дорого. Когда вы бездействуете, действуют другие люди и регистрируют ваших партнеров. Восьмая причина. Возможность и реальность для каждого. Это очень важно понимать, то, что Atomi это не компания для кого-то. Я вот первый год, когда работал, любил такую фразу говорить в своих выступлениях. Я, наверное, раздражал многих людей этой фразой. Я говорил то, что Atomi это не компания для сетевиков. Atomi это не компания для предпринимателей. Это не компания для выдающихся успешных людей. Atomi это компания для всех людей. Любой человек, вне зависимости от своих способностей, вне зависимости от того, где он вырос, какую жизнь он прожил, он может, хотя если он прожил такую жизнь, что очень много людей обманывал, но все равно даже в этом случае он может добиться успеха. Надо поработать над собой. Atomi это компания для мечтателей. Atomi это компания для тех, кто хочет от этой жизни по максимуму. Atomi это компания для тех людей, которые любят себя и готовы ради себя, ради своей жизни, ради своих близких и родных действительно попахать. Компания Atomi это компания для тех людей, которые готовы творить добро в массы и отдавать, максимум отдавать. Для меня очень важно, что в нашей компании любой человек может стать номер один. Это важно понимать. То, что в нашей компании номер один – это не какой-то конкретный человек. Номер один – это потенциально каждый из вас. Почему? Как раз потому, что есть вот эта уравнилопка. У нас никто не может зарабатывать больше 100 тысяч долларов в месяц. Есть такой усреднитель. Когда я помню, в 2019 году был мастером продаж, и у меня были первые встречи с сетевиками. Я никогда так с сетевиками раньше не общался. Они у меня спрашивают. Это топовые лидеры из других сетевых компаний. Вот такой вопрос. Вот сколько зарабатывают ваши топ-лидеры? Ну я говорю, где-то 100 тысяч долларов в месяц. Они мне говорят, фу, какая беспонтовая у вас компания. 100 тысяч долларов такие копейки. Знаешь, сколько наши топ-лидеры зарабатывают? Я спрашиваю, сколько? Десятки миллионов долларов. Вот наша компания супер. Я думаю, ну десятки миллионов долларов – это здорово. А сколько вы зарабатываете? Она такая сидит на меня, смотрит и говорит, ну вот в этом месяце, в прошлом месяце, я смотрю, что в конце месяца у меня по нулям. Но я поднапряглась, я три дня повисела на телефоне и заработала 2000 долларов. А сколько лет вы этим занимаетесь? 30 лет. И у меня, знаете, просто голова пухнет. Человек 30 лет занимался этим бизнесом и в конце месяца у нее по нулям. Как это может быть? Просто у меня не было знаний и опыта других сетевых компаний. Просто здесь я уже знал, уже на том этапе, если я ничего делать не буду, у меня не будет по нулям. Это просто невозможно. Люди покупают, покупают и покупают. Уже два раза в месяц я закрываю статус. Уже каждый день у меня закрываются бинарные шаги. Даже если я буду им кричать, не покупайте, они все равно будут покупать. Я не могу этот процесс остановить, потому что люди любят продукцию. А тут мне человек говорит, у меня в конце месяца было по нулям, и я в этом бизнесе 30 лет. Ну на что я сказал, что может быть поэтому ваши топ-лидеры зарабатывают десятки миллионов долларов. То, что спустя 30 лет работы вы можете заработать 2000 долларов в том случае, если вы хорошенько напряжетесь. На тот момент я уже зарабатывал больше, чем 2000 долларов. И для меня это было очень странно. Как можно не понимать эту картину? То, что если 1% людей получает 90% всех денег, это разве честный бизнес? Попасть в этот 1% уже невозможно, потому что это было, когда? Десятки лет назад. Но в нашем бизнесе любой человек, неважно когда он начал, даже если он завтра начнет, он может стать номер один. Самое главное понимание, то что есть предел. И в Корее есть такая фраза, которую часто говорят лидеры. Мы все там будем. Все там будем. На пике. Там это где? Там, где мы зарабатываем 100 тысяч долларов. Тот, кто идет, он дойдет до этой цели. Тот, кто понимает, как строит этот бизнес. Конечно, наш бизнес, как сегодня сказали, он легкий, но не так легко дойти до самого предела, до этой выплаты. Потому что, чтобы выйти на доход 100 тысяч долларов в месяц, знаете, сколько нужно хороших дел сделать? Сколько добра? Сколько нужно людям помочь? Но я считаю, что это стоит того. Я в этом уверен. Так, девятая причина – это резидуальный доход. Что такое резидуальный доход? Это доход, который пассивный и который растет. То есть это доход, который вы получаете, даже если вы не хотите его получать. Все равно получаете. И если в нашем бизнесе, как, в принципе, наверное, во многих отраслях, сначала мы получаем от 100% своих усилий. Для того, чтобы зарабатывать какие-то деньги, нам нужно свои усилия. Если мы вкладываем 100% усилий, ну, максимум получаем. Если ноль, то ничего не получаем. Например, кто работает в найме, если вдруг перестанет ходить на работу, он перестанет получать зарплату. И зарплата – это как раз-таки от 100% нашего времени, наших усилий. И в Атоме постепенно-постепенно мы движемся к этому пассивному доходу. Каким образом? Те деньги, которые мы получаем сейчас, вот эти 20 тысяч долларов, то, что в месяц я сейчас зарабатываю, это не те деньги, которые зарабатываю вот сейчас. Это деньги, которые заработал в прошлом году, в позапрошлом году. Я буду их продолжать получать. А то, что я нарабатываю сейчас, я буду получать в следующем году, в следующем месяце. У нас это так работает. И вот этот доход пассивный, он будет расти. Когда растет этот пассивный доход? Когда он превращается в резидуальный доход. Когда в вашей структуре есть люди, у которых растет пассивный доход. Когда у вас в команде будут появляться люди, которые зарабатывают десятки тысяч долларов, тогда и ваш доход будет расти. На самом деле он растет уже, когда у вас и мастера продаж появляются, он уже начинает расти, и этот процесс трудно остановить. Самое главное – продолжать движение. И в нашей компании благодаря этому мы можем достичь как раз-таки настоящую свободу. Что такое настоящая свобода? Это сумма трех слагаемых. Три составляющие свободы. Свобода времени, свобода действий, свобода денег. Когда вы сами себе хозяева, вы можете распоряжаться своим временем, как хотите, и делать, что хотите. И на это всегда есть деньги и время. Это очень важно. Потому что нам никто не хозяин, нам никто не говорит, сколько надо работать. И если я 15 лет был в найме, если по договору трудовому я должен был 8 часов в день работать, я 80 часов в день что делал? Находился на работе, не работал. Я старался сделать работу быстро, за полчаса, и потом 7,5 часов максимально изображать, насколько я занятой. Здесь же, в компании Atom, когда тебе никто не говорит, сколько надо работать, я работаю все время. Почему? Потому что здесь это того стоит. Если там была какая-то жалкая зарплата, и мне всегда казалось, что мне платят недостаточно, меня здесь не понимают и не ценят, я заслуживаю большего. Здесь я не могу занимать такую позицию. Потому что да, я заслуживаю большего, но чтобы это заслужить, надо заработать, надо сделать работу, надо пахать. Все зависит только от нас самих. Наш бизнес за нас никто не построит, мы сами строим свой бизнес. Поэтому, когда приходит это понимание, когда все, что ты делаешь, каждый твой сдох, каждый шаг, каждое слово, строить бизнес тебе, твоим партнерам, это фундамент, это бизнес на будущее, который ты передашь детям, внукам, и это будет расти дальше, ты понимаешь, что это стоит того, это стоит всех усилий и всех сил. В чем заключается, по сути, наш бизнес? К чему мы идем? Вот примерно к этой картине. Наслаждаться жизнью, помогать людям, путешествовать, делать, что хочешь и получать за это 100 тысяч долларов в месяц. Вот наша цель, к которой мы идем. Не просто стать империал-мастером, получить признание. Это картина жизни атомианца. И атоми для нас это не работа, атоми для нас это жизнь. Вот в этом русле мы и живем. Сейчас, правда, не 100 тысяч получаю, пока 20, но уже я делаю как раз таки вот это. Наслаждаюсь жизнью, помогаю людям, путешествую, делаю, что хочу. А хочу я делать именно это. Так. Спасибо. На этом этапе, когда вы дойдете до этого этапа, когда вы делаете, что хотите, зарабатываете 100 тысяч долларов в месяц, вот тогда спать будет очень прибыльно. Где бы вы ни спали, в каком бы дорогом отеле, в какой бы стране, на каком бы этаже, неважно, вы спите и зарабатываете деньги. Вы что угодно делаете, кушаете, ходите в туалет, умываетесь, и вы понимаете, что бы вы ни делаете, даже когда вы просто ковыряетесь в носу, вы зарабатываете деньги. Вот к этому мы все и идем. Десятое. Каждый выигрывает как потребитель. Я с этого начинал, я этим и закончу. То, что это очень важно понимать. То, что мы не зарабатываем на ком-то, мы не навариваемся, не наживаемся на ком-то, мы не относимся никому потребительски, мы ни с кого ничего не имеем, мы людям даем. И каждый человек, который просто покупает продукцию, для себя получает. Получает ценность, получает выгоду. Он получает супер качественную продукцию по просто нереально низкой цене, которая только возможна. И никто на рынке нам не конкурент. Нет такой продукции, которая могла бы смириться с нами по качеству и при этом поконкурировать по цене. Возможно, в будущем появится, потому что люди сейчас присматриваются к нашей идеологии, к нашему принципу абсолютное качество, абсолютная цена. И появятся компании, которые будут за нами повторять. И, возможно, в будущем появятся на рынке конкуренты. Но сейчас конкурентов нет. И пока нет конкурентов, это наше золотое время, когда спать, друзья, дорого, когда нужно строить эту сеть потребителей, которые будут благодарны нам за это, которые сами будут получать выгоду и говорить вам спасибо. Спасибо тебе за то, что ты меня познакомил с этой продукцией. Чтобы знакомить с этой продукцией, вам нужно самим не знать эту продукцию, а понимать, почему она такая качественная. Не просто знать, не просто прочитать, а попробовать, испытать на себе. Если у вас будет хотя бы один продукт, который вы будете всем сердцем любить, то у вас в Атоме все получится 100%. Ну, если у вас будет еще достаточно желания и желания делать добро, и вы что-то еще будете делать, у вас все получится 100%. Поднимите руку, у кого есть хотя бы один любимый продукт. Есть? Так, ууу, больше половины зала. Вон, две руки. Мне трудно сказать, сколько у меня любимых продуктов. Когда мне задают вопрос, какой у вас самый любимый продукт, я каждый раз просто задумываюсь, о нет, опять этот вопрос. Всего один. Как можно всего один выбрать? Это очень трудно, это всегда какие-то терзания. Но если один продукт, то, наверное, химохим. Потому что химохим — это секрет успеха Атомианцев. Это чудо-снадобие, это чудо-эликсир, который вытаскивает из нас потенциал, который просто делает из нас лучшей версией самих себя. Когда мы можем выкладываться на 100%, при этом не уставать, не болеть и творить чудеса. Это такой продукт, который действительно реализует потенциал людей, помогает реализовать потенциал, при этом чувствует себя здорово, при этом не носить никакого вреда, а наоборот, только польза. Но на самом деле выбрать один продукт трудно. Я ежедневно десятки продуктов использую. Я ежедневно несколько продуктов ношу на себе. Вот эти замечательные туфли блестящие, это тоже наши туфли, это новинка. Они появились буквально несколько недель, две недели назад или три недели назад в продаже. Они настолько удобные, то что я просто всем об этом говорю, то что это обалдеть, какие удобные туфли. Они удобнее, чем все кроссовки, которые я носил. Я в них могу ходить весь день, стоять на сцене со своим плоскостопием, и при этом мне ничего не болит. Я не знаю, что они сделали с этой стелькой, но это просто какое-то облако. Это облако, которое обнимает мою ногу и весь день любит ее, массирует. Я не знаю, что он с ней делает, но я чувствую себя просто прекрасно. И я всем рекомендую эти туфли, причем они недорогие. Кто-то говорит, что там 160, там 200 долларов, это дорого. Но если посмотреть на любые кожаные туфли, более-менее производство, даже из Китая, они будут стоить так же. Если смотреть на более-менее качественные туфли, они будут стоить гораздо дороже. А здесь ты носишь свое родное, которое просто согревает тебя изнутри. Когда, кстати, перестали продавать мужские умные трусы, и столько я получаю тоже вопросов от мужчин, а почему? И от женщин. Но им мужья задают вопрос, а где умные трусы? Ну, ждем новостей, может быть, их обновляют. Мы сами становимся фанатами нашей продукции. У нас дома все, что можно, мы заменяем на нашу продукцию. И когда кто-то говорит про какую-то другую продукцию, у нас сразу такая реакция, в смысле другая продукция? Ты не знала, что в нашей компании есть два фена? И есть второй фен, который любым феном наваляет. Попробуй, он очень крутой, очень классный. И так, окей, давайте дальше. То есть наше дело, наша работа, в чем она заключается? Это благородное, благогенерирующее дело. То, что мы делаем, мы приносим людям добро. Мы делимся с людьми информацией, мы помогаем людям. И люди становятся что? Здоровее, красивее и богаче. Это на самом деле так. Когда я наткнулся недавно на архивы четырехлетней давности, когда мы только-только начинали, мы были мастерами продаж, у нас в Казахстане еще никто не мог зарабатывать. Я посмотрел на фотографии всех наших партнеров и подумал, насколько они стали все красивее за четыре года. Побелели, стали румянее, здоровее. Действительно. И тогда были красивые, но сейчас, насколько они действительно покрасивели, насколько они стали счастливее. Наша продукция действительно работает. Наша продукция работает на таком уровне, что она еще не вредит. Потому что задача продукции не дать, не показать какой-то просто мгновенный результат, а делать так, чтобы этот результат был постоянный на всю жизнь, чтобы не было никакого вреда. Это тоже очень важно. Поэтому подведем черту. За счет чего мы растем? Благодаря тому, что мы генерируем благо. Мы зарабатываем благодаря тому, что мы приносим добро в этот мир. Мы помогаем людям менять свои жизни. И это бесценно. Сегодня звучала такая фраза, что если ты смог повлиять в лучшую сторону на изменение жизни одного человека, ты прожил эту жизнь не зря. В этом проекте вы можете повлиять на такое количество людей, что вам и не снилось. Мне не снилось, что такое количество людей по всему миру мне будет говорить спасибо. Недавно в Корее был тур успеха, и ко мне подбегали люди из Малайзии, из Великобритании, из еще каких-то стран, в которых я не был никогда. И мне говорили «Thank you, Владимир!» Я смотрю, откуда они меня знают? Я говорю «Вы что, меня знаете?» Они говорят «Мы по вашему видео обучаемся». Я говорю «У меня же на английском языке всего там 13 видео». Они говорят «Мы их все пересмотрели, мы еще ждем». Я был настолько удивлен, что даже вот в этих странах, о которых я никогда не думал и не был, меня там благодарят, на моих видосах обучаются. И я продолжаю получать эту благодарность отовсюду. И это бесценно, когда ты понимаешь, что ты можешь быть полезен в этом мире. Именно поэтому я сегодня стою здесь, перед вами, и всем вам это рассказываю. Потому что компания «Атоми» каждому из вас даст то, что вам нужно. Хотите зарабатывать хорошие деньги? Пожалуйста. Хотите творить добро? Пожалуйста. Хотите изменить свою жизнь? Вот оно. Хотите путешествовать, увидеть весь мир? Хотите, чтобы у вас были семьи по всему миру, успешных, счастливых людей? Вот оно. Хотите сделать себя здоровее, богаче, прожить долгую жизнь максимально качественно и сделать все для ваших родных и близких? Вот оно. Это компания «Атоми». Мы генерируем благо, в первую очередь, для себя, через других людей. И это бесценно, друзья. Я вас всех поздравляю, что мы являемся частью этого идеального бизнеса, что мы находимся в сердце, что мы, знаете, еще всех поздравляю, что мы все находимся в Казахстане. Знаете, у каждой страны есть свои нюансы, есть свои плюсы, есть свои минусы, трудности, есть трудности менталитета, разные есть нюансы. И Казахстан, на мой взгляд, это самая благоприятная страна для развития бизнеса. Бизнес можно и нужно развивать во всех странах. В Казахстане это делать эффективнее и легче всего. И мы с вами, казахстанцы, это наша обязанность, я думаю, чтобы мы нашли наших партнеров, а не другие люди. Потому что корейцы, китайцы уже по всему Казахстану путешествуют и наших партнеров регистрируют, пока мы спим, пока мы в носу ковыряемся. Пока нельзя спать, нельзя в носу ковыряться, пока наши партнеры еще там ходят, ищут нас, а мы их найти не можем. Поэтому еще раз всех поздравляю и говорю вам, пробуйте как можно больше продукции, рассказывайте о компании, строите свой бизнес. Всем большое спасибо. Спасибо.